Так, во-первых, всем привет, всем спасибо, что вы пришли. Я сначала попытаюсь объяснить, кто перед вами стоит и зачем я сюда вообще пришел. Меня зовут Владимир Молодожон. Я, назовем так, имею некоторые отношения к альпинизму, достаточно долго этим занимаюсь. Я занимаюсь мастер спорта, инструктор немецкого альпийского клуба, канадского альпийского клуба, нашего ФАР, Федерации Альпинизма России. И базируюсь в Санкт-Петербурге, и уже достаточно много лет занимаюсь деятельностью, связанной с образованием в альпинизме, занимаюсь нашей Питерской Федерацией. И в том числе руковожу одним из больших, крупнейших клубов, альпинистских клубов в Санкт-Петербурге. О чем сейчас хочется поговорить? Честно говоря, в основном, чаще всего такого плана разговора и такого плана лекции происходят либо на школах инструкторов, либо на каких-то лекциях, которые проходят для конкретных клубов. Почему? Почему именно там и почему эти разговоры вообще возникают? Поговорим о психологической подготовке в альпинизме. Альпинизм очень многогранный такой, многогранный вид деятельности. Его всегда с большой натугой можно назвать спортом, и он требует от нас, предъявляет к нам очень разнообразные требования. Как к нашей физической подготовке, как к нашей технической подготовке, как к тренингу наших мозгов. К сожалению, без этого тоже в альпинизме ничего не получится. Но есть один аспект, о котором очень часто забывают, и он часто является лимитирующим фактором для спортивного вашего роста, для вашего роста как альпиниста, как горовосходителя. И здесь альпинизм можно воспринимать в довольно широком смысле. То есть это и горный туризм, и какой-то фитнес с гидами, времяпрепровождение, с семьей в горах и так далее. Так или иначе, все это очень сильно завязано на наши психологические ограничения, на наши способности и на наши ментальные возможности. Поэтому о чем сегодня будем говорить? Будем говорить о психологической подготовке в альпинизме и о том, как различные условия, с которыми мы сталкиваемся в горах, влияют на нас именно с точки зрения нашей психологии. То есть не с точки зрения тех камней, которые пытаются пролететь нам в голову, а именно с точки зрения психологии. Поехали. Более подробно, о чем будем разговаривать сегодня. Будем подумать о том, с чем мы вообще сталкиваемся в горах, о том, что на нас влияет, как влияют стрессовые ситуации, в которые мы попадаем при занятиях всеми этими видами деятельности. Ну и если останется время, как давайте назовем это план С, можно чуть-чуть, очень кратко поговорить о тех вопросах и проблемах, с которыми мы сталкиваемся, когда пытаемся научиться чему-то в альпинизме. То есть именно с обучающей программой. Постараемся это все дело завершить в течение пары часов, чуть меньше, чуть больше, по ситуации, для того, чтобы вы не слишком устали и не совсем засыпали на протяжении моей говорения. В первую очередь, для того, чтобы просто понять, о чем мы сейчас будем разговаривать в следующие полтора-два часа, нужно понять, что очень сильно на нас с точки зрения психологии всегда давят в определенной степени неизвестность. Причем это верно не только, когда мы занимаемся чем-то в горах, не только, когда мы занимаемся каким-то спортом, не только, когда мы восходим в горы, это всегда так. Поэтому, если мы с самого начала, еще на стадии подготовки, на стадии обучения, будем достаточно четко понимать, с чем мы можем столкнуться, впоследствии нам будет сильно проще. Когда вы куда-нибудь идете далеко, если вы идете в первый раз и не знаете, сколько вам еще километров впереди, психологически идти всегда гораздо тяжелее. Рюкзак чуть тяжелее, кроссовки чуть неудобнее и дорога чуть хуже всегда. Когда вы уже идете несколько раз по одному и тому же пути, вы все это хорошо знаете и всегда известный путь, он всегда легче. Поэтому давайте просто по пунктам попытаемся проговорить, а с чем мы, люди, сталкиваемся при нахождении в условиях горного рельефа, в горах. В первую очередь, стресс и усталость. Что такое стресс, не такой простой вопрос, поговорим об этом чуть позже, достаточно подробно. Но интуитивно в целом это достаточно очевидно, что мы там работаем, тащим какие-то рюкзаки, непонятно зачем, на какую-то гору. Вокруг нас достаточно опасная среда, поэтому стресс появляется, усталость появляется. В общем, как-то это на нас влияет. Каким образом будет влиять это, посмотрим чуть попозже. С чем мы еще можем сталкиваться? Когда мы оказываемся на горном рельефе, у нас не бывает такой красивой дороги, как в американских фильмах, асфальтированная на следующие 2000 километров. То есть чаще всего у нас то скалы, то лед, то есть постоянное переключение с одного типа передвижения на другой тип передвижения. Здесь нам надо палки достать, здесь нам надо достать ледоруб, здесь нам надо с ледовыми инструментами что-то пролезть, здесь одеть кошки, здесь снять кошки. Очень много разных факторов, которые мы вынуждены, мы постоянно вынуждены к ним адаптироваться. Это непросто. И это непросто не только физически или технически, это достаточно сильно давит на психологию, что организм не может войти в некий один рабочий режим, ему надо постоянно переключаться. Это достаточно сильно давит. С другой стороны, возникает ситуация, когда нас мучит обратная проблема. Кто-нибудь в лыжные походы ходил? Ну, ходили наверняка в горы, на Эльбрус наверняка тоже многие из вас ходили. Что это такое? Длинный тягун, да, 20 градусов уклона и идешь ты, идешь и перед тобой ничего не меняется. Не дай бог сядет облако. Вот часто в лыжных походах бывает такая история, что садится облако и даже не очень понятно с какой скоростью ты на этих лыжах едешь. И это также очень тяжело. То есть, когда вы привыкаете, замыливается взгляд вот на такой монотонной длительной работе, это очень сильно влияет на наше физиологическое состояние. То есть, наша психология с нашей физиологией очень неразрывно связана. Сложные погодные условия, переохлаждение, перегрев. Сталкиваемся мы с таким? Ну, частенько, в общем, сталкиваемся, да? Малая двигательная активность. Бывает ли такая проблема в горах? Или все-таки мы там работаем в основном? Бывает. Машите руками. Кто здесь? Вот альпинисты есть такие? Альпинисты? Ну, двое есть. Отлично. Туристы? То. Туристов много. Альпинисты с этим чаще сталкиваются, потому что один лезет, второй стоит и мерзнет. И вообще ему очень плохо, и начать движение с этим сложно. Или непогода и сидит в полосе. Туристы сталкиваются чуть-чуть реже, но с непогодой сталкиваются все. И пересидки в какой-то там, в некомфортных условиях с этим сталкиваются все. Тяжело. И начать движение после вот такого вот малой двигательной активности, это еще сложнее. Недостаток сна, работа ночью. Ну, мы, конечно, все всегда делаем правильно, и всегда с горы возвращаемся вовремя, засветло, и все нормально. Естественно, мы все. Но мой друг, я слышал, частенько, бывает, иногда промахивается. Либо с тактическим планом, либо со снаряжением. Конечно, среди нас таких нет. Но наверняка такое, у каждого из нас есть такой друг. Необходимость принимать решение. Это, несмотря на то, что, ну, что такое, в чем проблема. Ну, взял, принял решение, идем туда. Взял, принял решение, там, вся группа собирается и здесь останавливается. Любое принятие решения достаточно сильно давит на нас с точки зрения будущих социальных и физиологических стрессов. Из-за этого так сложно быть руководителем группы. Кто был, тот наверняка со мной согласится, что даже в небольшой группе и даже на том маршруте, который вы знаете, когда вы руководитель, это накладывает на вас сразу очень много моментов. И особенно, когда этот опыт руководства для вас, скажем так, может быть не первый, но у вас не так много этого опыта за плечами, то перед каждой горой, которой вы будете руководить, черт возьми, тремя человеками я буду руководить на горе, они будут от меня зависеть. И человек начинает и подсознательно вибрировать гораздо сильнее, и пытаться запланировать все, что может. И потом на маршруте он устает, как ни странно, гораздо сильнее, чем тот лидер, который технически, может быть, там лезет более сложные какие-то участки первым. Но вопрос принятия решений и чувства ответственности за это давит с большой силой. Обезвоживание всегда. Считайте, что если вы в горах, вы всегда сталкиваетесь с обезвоживанием. Мы оказываемся на большой высоте, теряем много воды всегда, чаще всего у нас недостаток, собственно, притока жидкости, поэтому эта проблема будет. И момент, с которым мы сталкиваемся, например, с учебными отделениями новичков, когда вы только вообще появляетесь в горах, или когда ваши друзья приходят в горы первый раз, это перегруз информации. Об этом очень часто забывают. Если вы привезли, вы более опытные, вы привезли своих друзей в горы, вот этот пункт надо сюда на первое место вообще вынести. Из-за чего? Когда мы находимся в городе, для нас все понятно. Мы даже не задумываясь о том, что вокруг происходит, мы знаем, что дорогу надо переходить вот здесь по зебре, что если я должен проехать от одной части Москвы в другую часть Москвы, я должен залезть в метро, здесь пересесть и вот там вот выйти. И это у меня даже не вызывает каких-то внутренних проблем. Когда я оказываюсь в абсолютно незнакомой для меня ситуации, то есть я понимаю, что вот здесь вот тропа, она страшная, она там с уклоном, я здесь могу упасть, рядом пропасть, не понимаю, что будет завтра, может быть, какие-то тайные опасности. Тут какой-то еще неприятный инструктор или руководитель, который уже мне не нравится заранее. Друзья тоже уже не очень-то и друзья, то есть очень много каких-то фактов. И в этой ситуации человек еще должен учиться, да, то есть он должен научиться ходить на кошках, держать палки, он должен там научиться преодолевать простые осыпные склоны. Ну, с чем мы сталкиваемся в горах? Даже на не очень сложных маршрутах мы всегда много-много таких моментов видим. И вот этот объем информации для человека, который не привык сразу вот это все воспринимать, для него это будет огромный стресс, гигантский. И все остальное на этом фоне даже может немножко померкнуть. И это на нас будет влиять особенно сильно. Это далеко не полный список, но это, наверное, такие основные пункты, о которых мы должны помнить. Он длинный, помнить мы должны о многом. Но если мы заранее будем хотя бы понимать, в каком месте у нас могут возникать проблемы, то есть понимая вот все эти моменты, мы можем себе постелить соумки в нужных местах. Поэтому достаточно важно понимать, четко понимать ситуацию и понимать, где мы можем оступиться. Это уже половина дел. Такие общие моменты, к которым мы дальше будем частенько возвращаться, они скорее являются выводом из вот таких вот пунктов, о которых мы поговорили. Всегда нужно экономить наши силы и рассчитывать, что в случае каких-то непредвиденных ситуаций нам, возможно, надо будет работать на 5 часов дольше, чем мы рассчитывали. Когда вы, например, общаетесь, если наверняка вы общаетесь иногда со спасателями, просто, надеюсь, не по работе, а в бытовых разговорах, от них можно это часто услышать, что да, мы там работаем, мы выкладываемся, но всегда у нас есть подсознательная мысль, что вот мы запланировали, что мы будем работать 6 часов, а на самом деле может так ситуация повернуться, что будем вынуждены работать 12. И у них всегда должен быть резерв, запас сил на то, чтобы внезапно количество работы увеличилось вдвое. И об этом нужно стараться думать и при планировании ваших собственных путешествий и восхождений. Потому что если вы будете выкладываться до последнего, это возможно, если у вас все идеально просчитано. Но как только вы выложитесь до последнего, всегда может... То есть вы начинаете, вы уходите сразу в красную зону риска. То есть если что-то пойдет не по плану, а в горах часто что-то идет не по плану, у вас не будет резерва для решения этих проблем. Поэтому стараться экономить силы и выкладываться, вот совсем выкладываться, наверное, имеют возможность только спортсмены, именно которые занимаются этим как видом спорта, а не как увлечением, фитнесом и так далее, которые понимают, чем они рискуют. Как показывает, к сожалению, печальная статистика, как только мы уходим вот в эту красную зону, сразу вероятность ЧП и несчастных случаев возрастает очень сильно. Организовывайте всегда себе максимально комфортные условия. Ваш отдых, он компенсирует половину вот этих вот пунктов. Ваш хороший отдых там на ночевке, на биваке, он просто их уберет. И, соответственно, зон каких-то рискованных ситуаций станет гораздо меньше. Важный момент, о котором дальше чуть-чуть поговорим. Если у вас идет какая-то группа, не дай бог, большая, как часто бывает у туристов, распределяйте обязанности в группе. Разумеется, всегда, ну не всегда, но часто находится человек, который хочет и приготовить суп, и работать лидером, и поставить палатку, и так далее, и так далее, и так далее. И особенно, когда этот человек первый-второй раз в горах, он везде хочет поучаствовать, он таким образом просто перетрудится, и после этого у вас вместо похода получатся большие спас работы. И старайтесь между этапами достаточно активной деятельности вашей, горовосходительской, планировать себе периоды отдыха. Когда у нас была административно-командная система в альпинизме жесткая, было четкое правило, что все выезжали в горы большими сборами, и раз, обычно примерно в 10 дней, весь сбор спускался вниз на ночевке и отдыхал. То есть это было такое вот правило, введенное, разумеется, это может быть некий уже перекос, ну я имею в виду, что не надо уж так уж воспринимать это как обязательный эффект, потому что это очень сильно зависит от состояния вас, от вашей физической подготовленности, психологической подготовленности. Но не загоняйте себя в состояние, когда у вас там работа-работа, горы-горы-горы-горы-горы. Поэтому не забывайте об отдыхе, это очень сильно уменьшает вероятность несчастных случаев. Теперь непосредственно о том, что является одним из важнейших моментов. Альпинизм в целом все-таки является командным видом спорта, командным видом деятельности. Я бы не проводил в этом смысле вообще границу между туризмом и альпинизмом. Честно признаюсь, я сам в анамнезе турист, там достаточно много именно ходил как турист. Потом меня гадкие альпинисты завлекли в свою среду, но тем не менее, в целом, я не вижу даже той грани, когда мы вот это мы называем туризмом, а вот это альпинизмом. Экспедиционный альпинизм это туризм или альпинизм? Черт знает. А когда в туризме мы ходим на вершины, это альпинизм или туризм? Не знаю. Горовосходительство, назовем это так. И вопрос взаимодействия и работы в группе, он стоит и во всех вот этих видах деятельности очень остро. Есть солисты. Мы знаем Алекса Хоннолда, мы знаем, знали Дина Поттера, знали Улю Штека. Недаром достаточно много прошедшего времени в этом плане. Но с точки зрения большинства людей, которые этим увлекаются, это, конечно, командный вид деятельности. И работа, насколько хорошо вы взаимодействуете со своими друзьями, партнерами, напарниками, от этого будет очень сильно зависеть ваш итоговый результат. Достигнете ли вы тех целей, которые вы изначально перед собой ставите? Или у вас что-то пойдет не так? Иногда, когда люди растут очень быстро технически, физически и доходят до очень высоких категорий с точки зрения туризма, альпинизма, вот этот вопрос возможности адаптации с напарником, он становится ключевым моментом. Наверное, возможно, вы слышали о такой проблеме, может быть, кто-то сталкивается. На определенном уровне бывает, люди говорят, мне не найти напарников, мне не найти команду. Вот я бы занялся, может, куда-то пошел, но что-то вот не понимаю с кем. То есть вопрос, насколько вы и вписываетесь в разные компании, и насколько вы умеете вокруг себя организовать комфортную среду, он встает одним из ключевых моментов, потому что заниматься скалолазанием можно, заниматься техническим альпинизмом, можно технику себе нарабатывать, УФП вообще можно в одиночку работать, тут вообще никаких проблем нет. А вот навыки взаимодействия в команде в горах, вы отработаете только взаимодействуя в команде в горах. И понимая, с какими проблемами вы можете столкнуться, с какими вы сталкиваетесь, и каким образом их решать. Любая группа, неважно, в горах, в магазине альпиндустрии, или в офисе Газпрома, где угодно, любая группа имеет определенные законы и определенные стадии формирования. То есть мы, существа, зверушки такие общественные, и так или иначе, когда мы оказываемся в замкнутом пространстве с некоторыми людьми, и вынуждены как-то друг с другом взаимодействовать, вот эти наши взаимодействия проходят по примерно одним и тем же сценариям, вне зависимости от внешних условий. Разумеется, внешние условия будут влиять, но определенные закономерности всегда можно проследить. Первый, обычно выделяют, на самом деле, пять стадий формирования группы, насчет пятой поговорим чуть попозже, коротенечко. Первая стадия — это формирование группы. Это ровно тот момент, когда какой-нибудь гад запер нас в помещении вот с этими людьми, с которыми мы должны коммуницировать. Если вы приехали в альплагерь или пришли в турклуб, это вот тот момент, когда вы пришли и вас поделили на отделение. Вы могли сами поделиться, мог поделить вас инструктор, как угодно. Но вот по каким-то внешним причинам вы оказались в группе, и вам надо как-то коммуницировать. Самая неопределенная стадия, то есть все немножко сидят в своих коконах, пытаются понять, кто эти люди вообще все. И одним из самых главных задач на этой стадии является установка неких общих целей, в первую очередь, и общих норм. В принципе, на каждой из стадий группа может завершить свое существование. И на стадии формирования это достаточно хорошо видно. Первое, с чем вы сталкиваетесь на этой стадии, это установка общих целей. То есть для чего мы вообще здесь собрались. Если у нас в группе образуются диаметрально противоположные цели, дальше группа может не пройти вот эту стадию, и развалиться на две, или вообще перестать существовать так или иначе. То есть на каждой стадии вся эта история может закончиться. О чем здесь идет речь? Если вы приехали в горы, и одни приехали для того, чтобы полюбоваться закатом, не сходя с зеленой тропы, а другой приехал для того, чтобы совершить траверс безингийской стены, какими бы психологическими навыками и талантами не обладали бы участниками этой группы, вы вряд ли найдете общий язык. То есть общий язык вы найдете, но вы не сможете совершить этих целей. То есть либо один, либо другой будет в проигрыше. То есть это ситуация, которая языком математики не имеет выигрышного решения. Поэтому установка общих целей, на которые вы все согласитесь, это очень важная стадия формирования. И очень важный момент, чтобы именно на ранних этапах это понять. Потому что если это не будет проговорено именно на ранних этапах, то это может оказаться новостью, когда вы уже выйдете, не знаю, на ночевке. И вдруг в этот момент выяснится, что один хочет туда, а другой сюда. И они не могут изменить, потому что они для этого приехали. То есть они могут менять верхнюю косметику, они могут стараться коммуницировать тем или иным путем, но если базовые ценности, базовые цели разные, у вас не получится коммуникация в целом. То есть группа будет на грани развала. И второй момент, который также формируется на этой стадии, это установка общих норм. Не уносите только. Снимать можно, уносить не нужно. Установка общих норм. О чем здесь идет речь? Ну, самый банальный момент, с которым мы сталкиваемся, это просто установка, не знаю, общего языка, общих форм, не знаю, вежливости, коммуникации, чего угодно. Ну, например, мне режет немножко ухо, когда вокруг разговаривают матом. Ну, так вышло, что мне немножко режет ухо. Другим людям не режет. Но, соответственно, если у нас в группе будет человек, если буду я и будет человек, который разговаривает только матом, ну, мне придется там себя как-то задавливать. И, наверное, мы придем к какому-то общему знаменателю о том, что он будет все-таки говорить не всегда, а я не всегда буду делать такую рожу, ну, потому что это будет неприятно, да? То есть мы должны найти какой-то компромисс. Общий язык, общие нормы, там, где мы, что мы делаем и так далее, и так далее. То есть вопрос языка коммуникации. Язык коммуникации цели. Если на этой стадии мы решили эти проблемы, эти, ну, вопросы, нужно, можно уже будет дальше двигаться куда-то дальше, но, тем не менее, не решив эти проблемы, мы заложим большую-большую мину под всех нас, и, самое главное, мы заложим мину под результат нашей деятельности. То есть очень велика вероятность, что мы ничего не достигнем, скажем так. Проблемы вот этой стадии, они очень сильно решаются в каких-то, то, что называется формальным языком нашего Минспорта, низовыми коллективами. То есть когда вы приходите по объявлению, ну, или, я не знаю, там, купив путевку в Альплагерь, или, слава богу, туристы этого лишены, когда вы приезжаете, и вы первый раз видите этих людей с разных концов страны, вы первый раз видите этого инструктора, у вас вообще может быть совершенно другое представление о том, что вы тут должны делать, у всех у вас разное, у инструктора будет еще другое какое-нибудь представление. И в итоге вот эта стадия, которая обычно в нормальном режиме может проходить через несколько дней достаточно интенсивного, тесного общения, вы прямо на ней можете споткнуться сильно. Если речь идет, например, о клубе, туристическом клубе, альпинистском клубе, клубе по интересам, там, как угодно, сейчас есть много коммерческих, очень таких хороших вариантов, то вот эта вот стадия, она переносится с гор куда-то в город, она переносится на тренировки, на скалодромы, на выезды на скалы, вот куча-куча таких моментов. Из-за этого вот эта важная стадия, она сдвигается с гор, сдвигается на город, на межсезонную подготовку, как хотите это называйте. И это очень круто. Из-за чего? Во-первых, мы убираем сразу огромное количество рисков, связанных с тем, что мы поехали в горы и ничего не достигли, потому что развалились с самого начала. Во-вторых, ну, у нас у всех мало времени. У вас, у меня, у всех у нас. И мы и так с трудом выкраиваем время на занятия нашим любимым делом, на то, чтобы найти время поехать в горы. И здесь мы сталкиваемся с тем, что оказывается так не повезло, что вот были люди, с которыми мы совпадаем по основным целям, а здесь вот не получилось. И в итоге наш отпуск накрывается медным тазом. Поэтому важная стадия. Если у вас есть возможность решить ее не в горах, это будет очень круто. Следующий шаг. В английской терминологии он называется storming. Можно? Я могу не ответить, тогда перенесем на потом. А могу ответить, поэтому задавайте. Он по первому пункту, да, этих стадий. То есть, хотел бы уточнить, что, к сожалению, все-таки мы не можем на 100% перенести первый пункт в город, если у нас нету старшего тренера и ОБ, который будет у нас выпускать. Вот связаны, к сожалению, с нашей географической системой, да. Потому что, если мы соберем отделение, тренироваться будем в круг, да, там поедем с инструктором, да, но у нас нету таких старших тренеров и ОБ, то мы приезжаем в Альфу-лагерь, или там тоже может быть разное видение. Нет, не соглашусь с вами о другом совершенно речи. То есть, формальные вопросы современного выпуска в современной альпинистской системе лежат немножко в другой плоскости. Если у вас есть хорошее, схоженное, подготовленное отделение, оно очень слабо зависит от старших тренеров и ОБ, то есть, оно зависит только на те, от этого будет зависеть на те категории, которые вы там выпустите. И надо сказать, что вот эти товарищи выпускающие, мы можем потом об этом поговорить, я сейчас очень кратко, они чаще все, ну, во-первых, да, вы можете вообще никого не спрашивать в определенных местах, а во-вторых, они могут там перестраховываться, но часто внутри группы будет некая фантазия на тему собственной подготовленности. Это тоже бывает. Потому что, когда люди, ну, особенно там на начальных этапах, не знаю, там, три года занятия, вот часто такой момент бывает, они уже считают, что они очень, вот они могут и там, и сям, и везде, часто, возможно, это не совсем соответствует истине. Поэтому с точки зрения организации группы, товарищи ОБ, это вообще из другой истории, а с точки зрения вот работы в городе, старшие тренера, я имею в виду не официальные старшие тренера, а просто старшие товарищи, которые помогают тренироваться, они просто сделают вот эти вот стадии менее болезненными, менее конфликтными, просто вследствие своего опыта. Но чем больше вы вот в этой вот, во всем этом перенесете в город, тем будет круче. Это я к чему? В межсезонной подготовках это очень здорово. А если вы сможете тренироваться в большом коллективе и там формировать эти стадии, то вы вообще все вот это вот сделаете в городе и на самой эффективной стадии развития группы поедете в горы и там сходите все пятитысячники Безингийской стены за двадцать дней. Посмотрим на все луги, которые открываются. Так, следующий шаг самый, в какой степени проблемный. Как я уже сказал, в английском варианте, если точно перевести, это будет называться буйство, что близко очень к теме. После того, как уже как-то определен язык, на котором мы разговариваем и основные цели, после этого идет уже непосредственная организация нашего процесса коммуникации в группе. Это очень конфликтный этап, крайне конфликтный. Чаще всего, так как вот это все происходит на фоне целого ряда стрессовых факторов, о которых мы будем говорить, он происходит гораздо острее, чем в городе. То есть, если мы сталкиваемся вот с этими этапами формирования, например, в более комфортных условиях, не знаю, в офисе, ну, вы тоже как-то, но очень редко вы в этого человека будете кидаться кружкой с чаем. Это все-таки такой высшая степень некой эмоциональности. А когда у вас вот эта конфликтная ситуация, уже вы туда придете в стрессовом состоянии, когда вы уже будете уставши, вы будете нервничать, у вас не будет сил с собой справиться, вы с гораздо большей уверенностью и легкостью эту кружку кинете в лучшего друга. То есть, это совершенно разные истории. Поэтому, с точки зрения руководителя группы, вот это самый сложный, опасный этап, когда нужно очень хорошо следить за тем, каким образом люди коммуницируют в группе, очень стараться на разных, на ранних этапах давить максимальное количество конфликтов. И самое главное, что происходит на этом этапе, в первую очередь, это борьба за лидерство. В каждой группе есть формальный, неформальный, но какой-то лидер всегда есть, иногда не один. И распределение ролей. Распределение ролей в самом широком смысле этого слова. То есть, не надо это воспринимать очень примитивно, что ты лидер, ты лезешь, я тяжеловоз, я жмарю, ты готовишь еду, ты, женщина, молчишь. Нет, не так. Все не так. Это гораздо более тонкая ситуация. Всегда есть какой-то формальный или неформальный лидер. Один может быть лидер в технических вопросах, другой лидер на биваке. Очень много разных вариантов, но так или иначе, в каждой ситуации, в каждом микросоциуме у нас возникает некоторое количество ситуативных лидеров. И когда эти лидеры начинают между собой биться, я имею в виду, что если несколько человек претендуют на одну и ту же роль, например, роль технического лидера, который всегда четко знает, где какую закладку поставить, это может быть проблемой. На этой стадии, помимо борьбы за лидерство и распределение ролей, очень часто мы сталкиваемся с еще одной проблемой, которая, ну, скажем так, она очень популярна, и за ней надо очень внимательно следить. Как я уже сказал, мы все работаем под гнетом некого влияния опасности, страха, усталости, боязни несоответствия, то есть много каких-то факторов, которые где-то там у нас работают, и мы под их гнетом должны еще договариваться с другими людьми, не всегда приятными. Может быть, вообще, я его первый раз вижу и не хочу вообще больше с ним общаться, но тем не менее, надо как-то договариваться. И это тяжело. И возникает адаптивная реакция организма, она возникает у всех. Это у нас в голове происходит, у нас там так рептильный мозг устроен, то есть это не потому, что мы плохие. Нам очень удобно объединиться не просто так, не ради какой-то очень далекой цели, а нам удобно объединиться против внешнего врага или внутреннего врага, неважно. Что для этого нужно? Очень просто. Надо найти врага и против него всем дружить. Этим врагом может быть тот гад, который перевернул котелок во время готовки. Он не специально... Все могли это сделать, но ему не повезло. Это может быть инструктор. Это может быть, не знаю, ОБ. О, отличный враг. Это вообще один из лучших врагов, потому что он где-то далеко, и это ни на что не влияет. Пардон. Ответственность за безопасность. Это одна из должностей официального мероприятия. Неважно. То есть этим человеком может быть кто угодно. Это компенсационный механизм, то есть мы компенсируем наши проблемы внутренние созданием вот такого главного врага. Еще лучше, если это будут американцы. Они далеко, и они на наше горохосхождение совсем не влияют. Но, к сожалению, очень часто этим человеком назначается кто-нибудь внутри группы. И тогда подсознательно все начинают начинают его гнобить. Это сложно. Это очень сложная ситуация. И проблема ее в том, что она не всегда решается самостоятельно. То есть она не всегда рассасывается. И если этого не осознают, если члены группы этого не осознают, что это на самом деле не потому, что он такой плохой, а просто мы все пытаемся компенсировать те сложности, которые у нас сейчас навалились, и нам очень просто, адаптивно все это сложить туда. Вот в эту вот кучу. То возникает сложность. И эти проблемы либо хорошо решают, ну и естественно, когда возникают такие проблемы, дальше уже возникают взаимные претензии, уже после этого часто оправданные. И чем дальше эта ситуация будет развиваться, тем сложнее будет эту пропасть решить. А не говоря о том, что даже в спокойном состоянии далеко не все из нас могут честно прийти и сказать, вы знаете, я накосячил. Давайте вот сейчас все закроем, вот я был неправ. И попытаемся все-таки там претензии. Очень сложно это всегда многим из нас. А когда еще мы нервные, когда мы уставшие, вот еще об этом думать вообще нереально. Поэтому, то есть, у вас должен быть очень большой запас прочности для того, чтобы вообще быть способными это сделать. но, с другой стороны, если вы будете понимать, что это естественный механизм притирки, то решить этот конфликт часто бывает достаточно проще. достаточно просто. Что удивительно, такого рода проблемы возникают даже, в общем, в довольно схоженных клубах, потому что все-таки, когда мы оказываемся в горах, мы сразу оказываемся в гораздо более жестких условиях, чем, например, на тренировках на обычных. Для того, чтобы решить эти проблемы заранее, попытаться решить и попытаться понять, каким образом вы сами будете реагировать на экстремальные ситуации, ну, там, в Москве есть московский марш-бросок, есть куча мультигонок, в Питере есть там ряд мультигонок, большое количество, и, собственно, марш-бросок, который был первоначально. Кубок экстремальных условий, неважно, создайте сами себе какое-нибудь абстрактное мероприятие по карте, выберите самую плохую погоду, и пойдите туда с минимумом снаряжения, ну, там, без экстремальности. Чтобы все выжили. Но, в любом случае, когда вы попытаетесь оттренировать такую ситуацию, а ситуация, она называется «надо, чтобы всем было очень плохо», и попытаетесь вместе ее пройти, то потом, возможно, у вас будет гораздо проще решать эти же вопросы в горах, потому что, когда вот все устанут, и когда будет копиться вот это раздражение, у вас всегда будет спасительная палочка такая. Ну, бывало же и хуже. по этой причине народ с хорошим альпинистским опытом, он всегда, у него есть эта палочка, потому что так, ну, я по себе сужу, что так иногда думаешь, ой, зачем я сюда пришел, и опять, и все, и всех ненавижу, но тогда-то было еще хуже, и вроде ничего. Вот, это очень помогает, то есть это другой компенсирующий механизм, который позволяет не придумывать внешнего врага, а все-таки решать эти проблемы внутри себя. Но еще раз подчеркну, одно осознание того, что это естественно, и что это не является, этот человек не является причиной наших бед, а беды на самом деле где-то у нас в голове, он очень сильно помогает, помогает дальше эти вопросы решить. Если вы руководитель, я не знаю, присутствуют здесь там инструктора, руководители групп, но если вы руководитель, за этой стадии нужно следить особенно внимательно, потому что, если не уследить в этот момент, возможно, человека придется либо списывать, либо переводить в другую группу, переформатировать и так далее, ну то есть в зависимости уже от всего. Да. Вопрос нужно, да? Нужно. А как руководитель должен себя повредить? Нужно принять что-то в сторону или как раз попытаться разобраться открыто? Когда мы говорим о психологических вопросах и проблемах, всегда очень хотелось бы достать из кармана готовый рецепт и сказать, принимайте эту пилюлю три раза в день после еды и все будет хорошо. Очень сильно зависит от конкретной ситуации конкретных людей и психологического склада. Но то, чем, ну что я советую там инструкторам, что очень часто работает, это, ну, во-первых, есть естественное правило, наверное всех руководителей, которые вы наверняка знаете, что хвалим мы при всех, ругаем мы индивидуально. То есть, если вы кого-нибудь будете ругать при всех перед строем, это очень сильно на него повлияет с точки зрения вообще желания дальше работать в этой группе вообще потенциально. Но иногда есть но. Иногда есть но. но если мы хотим построить в итоговую хорошую группу, то есть, если мы не хотим этого человека реально списать, это такое бывает. Ну, редко, но бывает. И в общем, это провал меня как ну, преподавателя, инструктора и так далее. То есть, если я кого-нибудь реально решаю списать, это значит, я расписываюсь в том, что я не смог сколотить из этих людей группу. Это нехорошо. Это один момент. Второй момент. очень хорошо работает. Ну, такой выжимка из того, о чем я сейчас говорил. То есть, когда ты поговоришь, говоришь со всеми ребятами в группе и говоришь, ну, ребят, вы просто устали. То есть, он неплохой. Он не является там каким-то адом. И я обычно советую участникам подумать себе в голове, всегда думать о такой мысль. Я самый сильный, самый тренированный среди этих уродов. они немножко устали. Но я, так как самый сильный и самый тренированный, я могу им помочь. Я же вообще крутой. И тогда как-то люди начинают спокойнее относиться к тому, что у кого-то что-то не получается, кто-то устал, кто-то там, не знаю, рюкзак неправильно собрал, кто-то еще что-то и так далее, и так далее. То есть, когда люди начинают предъявлять к себе реально достаточно высокие требования, они начинают более снисходительно относиться к окружающим. И это в большой степени снимает остроту этих конфликтов. Они все равно остаются, но они становятся гораздо менее острые. И когда человек начинает помогать, когда люди начинают реально помогать друг другу в группе, это значит, что мы потихонечку уже сюда вот проходим к следующему этапу. не уходить в клинч. То есть, вот самое печальное, что может быть, что можно придумать, это когда человек говорит, ах так, ах, и вот вообще не хочу с вами ничего иметь общего. Это все. то есть, когда человек закрывается для коммуникации, это самое печальное. Чем более спокойно он к этому относится, тем больше шансов, что эта ситуация пройдет, что он ее решит вместе с народом. Но без коммуникации группы с этим бедным козлом отпущения ничего не пройдет. То есть, обязательно коммуникация должна как-то налаживаться. А коммуникация эта штука не односторонняя, то есть, она должна быть с двух сторон. Я, честно, не считал совсем точный процент, но я думаю, что на уровне групп примерно между третьим и вторым разрядом, с которыми я работаю, процентов 70 групп проходят через стадию назначения какого-нибудь гада. Этот гад может быть разным, но процентов 70 групп. То есть, это очень массовая история. И, то есть, если вы ее проходите, это очень классно. Повторюсь, что, разумеется, хорошо бы, чтобы это проходило до того, как. Для этого можно специально тренироваться. Так же, как вы тренируете поднимая железо, тренируете мышцы, так же, как вы лазаете на скалодроме для преодоления скального рельефа, точно так же можно тренировать свою собственную психологическую устойчивость. Каким образом, я уже говорил. То есть, чем больше у вас будет таких прививок, то есть, пускай коротких, но тяжелых условий, через которые вы проходите с разными людьми, тем лучше. если вы сталкиваетесь с народом, ходящим в горы долго, ну, я имею в виду, лет 15 хотя бы, ну, как-то так, то сталкиваетесь с ними в горах, большинство из этих людей могут ходить практически в любых командах. То есть, они, может быть, не будут задушевными друзьями с этими людьми внизу в городе, но если так сложилась ситуация, что они оказались в горах, объединенные одной какой-то целью, восхождением, там, чем угодно, путешествием, в одной команде, они умеют свои острые углы немножко воткнуть, мы все не сахар, мы все неприятные внутри люди, но вот люди, которые много ходят в горы, они умеют стать немножко более мягкими и пушистыми, чем они являются на самом деле. И ответно не очень резко воспринимать какие-то выпады своих напарников. И это очень дорогого стоит. То есть, это очень такой показатель класса, класса горовосходительных. Когда мы проходим через вот это бушевание страстей, потихонечку переходим в стадию нормализации, стабилизации группы, в этом месте уже группы начинают иногда пока работать как единое целое. Какие внешние показатели того, что мы потихонечку приходим в эту стадию? Люди начинают друг другу помогать, люди начинают там, не знаю, если кто-то прибежал вперед, он уже начинает что-то делать, не ожидая, пока соберется вся группа на биваке. люди постоянно это видно обычно, думают, ой, а что там происходит с задним и так далее, и так далее. Если речь идет о технических альпинистских маршрутах, в этой стадии люди, которые лидеры, начинают больше думать о том, как эти перила, которые он провесил, для примера привожу, как будут проходить все остальные, меняются вплоть до линии движения. То есть там очень много таких моментов, которые показывают визуально, что люди начинают думать о тех, постоянно думать о тех, кто с ними вместе идет. Это очень важно. Это очень важно, и это показатель того, что мы потихонечку двигаемся к тому, чтобы хорошо вместе объединиться и всех внешних врагов все-таки побороть. Залезть на безюнгийскую стену, покорить Эверест, все-таки посмотреть тот закат с того зеленого холма, который мы вместе решили, когда мы сюда приехали, что угодно. Цель не важна, но уже после этого на стадии совершенствования группа реально становится группой и способна к решению консолидированному задачи. У них уже не вызывают вопросов кто что несет, кто кому как организует, кто готовит, кто вообще что происходит. Это все уже более-менее отработано. Это четыре этапа. Какой пятый этап? распад, разумеется. У нас ничего не бывает вечного. Ни одна группа, даже самая идеальная и хорошая не будет существовать вечно. То есть всегда последним этапом группа распадается. Это не печально, это нормально, потому что со временем в первую очередь цели меняются, язык меняется реже, а вот цели меняются достаточно часто. Одни достигаются, появляются новые, и, соответственно, это такой закономерный результат после какого-то выполненного цикла тренировок, работы, достижения целей. После этого происходит распад и организация новой группы. Это нормально. В группе на разных стадиях, особенно, конечно, на стадии притирки и на стадии формирования, над нами всегда давлеет социальный стресс. это в первую очередь, ну, опять же, мы такие существа социальные, и мы всегда оглядываемся на окружающих. Есть такой достаточно старинный психологический тест, когда выбираем одного испытуемого, рисуем две полоски, одна по длине, одна покороче, и начинаем всех спрашивать, какая полоска длиннее, правая или левая, и если все вокруг аудитории будут настойчиво утверждать, что та, которая длиннее, она на самом деле короче, наш испытуемый в большом количестве случаев, он все-таки будет с ними соглашаться, он начинает бояться, может, я что-то не так вижу, может, ну, то есть давление социума, давление окружающих авторитетов в той или иной степени, оно очень сильно на нас влияет, поэтому, когда мы находимся в среде для нас непривычной, когда мы находимся в среде достаточно агрессивной, которая полна опасностей, и в то же время мы находимся вот еще в таком мелком социуме, страх подвести группу и страх оказаться хуже, чем о нас думают, страх оказаться самым слабым, страх оказаться тем же самым козлом отпущения, то есть много-много моментов, он давит очень-очень сильно, давит на всех, совершенно точно, с этим надо довольно осознанно бороться, то есть, ну, помимо того, что надо просто тренироваться, чтобы не быть слабым, но все равно с этим нужно бороться с точки зрения коммуникации в группе. Сейчас боюсь сказать, в каком году, наверное, примерно в 97-м году я ходил в туристический поход по Приэльбруссю, и поход был тяжелый, там, пятерка, и мы возвращались по Шхельдинскому леднику. Кто там был, может быть, знает, это такой длинный-длинный 12-15 километров ледник, закрытый мареной. Там троп нет, и там вот бесконечно эта 12-километровая марена, по которой с тяжелыми рюкзаками народ ноги эти ломает долго-долго-долго. Я был самый слабый в группе, и все ускакали, и я по этому 12-километровому леднику вот с этим рюкзаком, и я уже и себя проклял, и всех остальных проклял, и вообще мне было так плохо, и я еще ощущал, что я последний, я, во-первых, их всех задерживаю, и вообще, и это было даже, как-то эта мысль была гораздо прочнее сидела в голове, чем то, что я сейчас ломаю ногу, и вообще меня здесь не найдет никто. Нет, вот эта мысль как-то даже потом приходила в голову. Но вот это ощущение, когда ты последний, когда ты самый слабый, и когда все уже там, а ты еще здесь, а они там, что же делать, она очень сильно выпивает из вас силы, еще сильнее, чем можно было бы подумать. Поэтому, с точки зрения руководителя, с точки зрения организации, нужно помнить о том, что такое бывает. Это всегда очень сложно помнить, когда ты молодой, сильный, и все слабые тебя раздражают. Это нормальная история, но об этом, с точки зрения руководителя, нужно всегда помнить, обязательно. Потому что это будет влиять на всех участников вашей группы гораздо сильнее, чем вы ожидаете. Я после этого стараюсь такого не допускать в своих группах, потому что до сих пор помню, как это было печально. И, исходя из того, о чем мы сейчас поговорили, о стадиях формирования, о том социальном стрессе, нужно понимать, что конфликты в той или иной степени в группе это нормально, это обычно. Это не значит, что мы тут собрались такие все неудачные, и что вот все не ссорятся, а вот мы тут почему-то ссоримся, и, наверное, что-то в нас не так, что-то в нас сломалось. Нет, это нормально, все ссорятся. Не всегда это заметно со стороны, не всегда это выплывается в вербальное выражение, но определенные конфликты есть практически во всех группах, ну, за редким, редким, редким исключением. Поэтому, в первую очередь, надо понимать, что это закономерность, и именно в этом смысле с ними бороться, то есть бороться, стараясь не доводить эти конфликты до какого-то резкого решения. помимо закономерных конфликтов бывает конфликт интересов, о которых говорили в самом начале, и вот эта проблема, как я уже говорил, она очень плохо решается с точки зрения коммуникации. То есть, если мы пропустили некое обобществление целей на самом первом этапе, вот этот конфликт интересов, он может возникнуть на каких-то более поздних этапах формирования. и привести скоротечно к распаду. Или откатить нас назад к формированию. То есть, он не даст нам решить эти проблемы. Поэтому, вот о конфликте интересов нужно с самого начала очень внимательно думать. И следующий момент, когда могут возникать конфликты, это нештатные ситуации. Что такое нештатные? Это ситуации, к которым группа не готова. То есть, если у нас группа туристическая идет в двойку, и внезапно они попадают в лавину, их, не знаю, они заблуждаются и выходят на пятерочный альпинистский маршрут, это та ситуация, к которой они не готовились. Как бы они не тренировались к своей двойке, они точно совершенно не готовы к ситуации на альпинистской пятерке. Они там, не знаю, не умеют работать в лавине, не обладают какими-то навыками спасения людей из снега и так далее, и так далее. то есть, ситуация, к которым группа не готовилась, являются нештатными и однозначно провоцируют конфликты, потому что люди оказываются, их выбрасывают из зоны комфорта в ту среду, где они опять вываливаются на стадию формирования группы, они ничего не знают, они ничего не понимают, что происходит. Какой вывод в целом насчет конфликтов? Во-первых, к обычным бытовым конфликтам и закономерным относиться более спокойно, конфликты интересов пытаться найти на самом-самом раннем уровне, на самом раннем этапе, и тогда они не будут на нас сильно давить, и максимально серьезно тренироваться, чтобы иметь запас прочности для того, чтобы в нештатные ситуации попадать с гораздо меньше вероятности. Ситуация, которую я сейчас описал, когда с двойки на пятерку, ну, это очень редко сечение обстоятельств, а вот когда с двойки на тройку случайно люди махнули, это бывает, это чаще. Если люди готовы, вот и идут максимальную ту категорию альпинистскую или туристическую, неважно, которые они готовы, это всегда риск. То есть, поэтому на этом основываются все нынешние и прошлые альпинистские правила о том, что для того, чтобы выйти на следующую категорию, нужно иметь запас предыдущих не менее чем или более опытного человека в группе. Именно для того, чтобы не вываливаться в нештатной ситуации. С конфликтами понятно. Понятно, что конфликт это нехорошо. то есть, нам некомфортно в зоне конфликта, нам не нравится эта ситуация, но каковы на самом деле внутренние причины через ЧС, ЧП, несчастных случаев в горах. На чем они основываются? Эта статистика ну такая, она очень сборная, честно говоря, она больше основана на европейских источниках, потому что там массовости больше и статистика дает более показательные истории. У нас эта пирамида более острая, но принципиальной разницы это не играет. Но обычная терминология, что ЧП это у нас любое какое-то что-то произошедшее нештатное, а НС это все-таки уже груз 200, это уже чья-то смерть. Вот на одну, на один НС, на одну реальную смерть в горах приходится примерно в 20 раз больше тяжело травмированных, ну, перелом ноги, перелом руки, черномозговая травма, то есть куча всяких таких историй. И они еще попадают в статистику. А дальше идет то, что не всегда попадает в статистику и там собирается по разным косвенным данным. Легко травмированные. Ушиб, перелом пальца, ну, список можете повторять, продолжать, то есть их очень много. Их в 10 раз больше. Еще в 10 раз больше тех, кто почти что-то сломал или почти, или сорвался глубоко, но никуда не повредился, или оказался без страховки, пролетел 200 метров по снежному склону, но счастливо там задержался где-то на выполаживании и так далее, и так далее. Еще их в 10 раз больше. И еще в 100 раз больше это ситуации, которые могли бы привести к несчастному, ну, к каким-то последствиям, которые могли бы перерасти в инцидент, но посчастливилось. Какие это истории? Я, мы вышли там на полку, на хорошую, я отстегнулся от страховки, пошел смотреть, что там где. Ну, вроде полка широкая, вроде я не пьяный, то есть, вроде все нормально. Но без страховки. Прилетает камень, я улетаю. Да, то есть, небезопасное действие. Там, я лезу по скале, но с привычкой лазать по скалодрому, я хватаю камень и всеми силами встаю в откидку в эту зацепку. И камень там отваливается. Я, может быть, и не падаю, но камень летит куда-то вниз, слава богу, ни в кого не попадает. Опять же, я мог упасть, я мог кинуть этот камень в страхующего и так далее, и так далее. Я нарушил определенные моменты, но это, слава богу, ни к чему не привело. Поэтому, на каждый реальный несчастный случай возникает очень-очень много всяких небезопасных действий. Статистика, в принципе, на нашей стороне. То есть, кажется, что мы можем косячить сколько угодно, скорее всего, оставимся в живых. Слава богу, иначе бы наши деятельности были бы совсем суицидальны. Но есть и обратная сторона этой медали. У нас вот эта смерть иногда вырастает из совершенно банальных вещей, которые делают очень многие из нас. Но просто так сложилось, что вот эта смерть это совпадение нескольких небезопасных действий, сделанных в раз. То есть, например, я отстегнулся от страховки, а выше меня человек случайно нагрузил камень на отрыв и кинул, а третий еще меня не предупредил. Ну, три небезопасных действия переросли в смерть. Если вы проанализируете несчастные случаи, которые были, например, в России, ну, проще просто найти данные, за последние лет 5-7, практически все они это совпадение несколько не очень критичных ошибок. То есть, каждый из них в отдельности в принципе, ну, ничего страшного. Ну, казалось бы. Но когда они совпадают в одном месте и в одном моменте времени, они перерастают в эту самую смерть. Именно поэтому то, чему мы учимся на технических тренировках, на специальных разных тренировках, мы, у нас есть там определенные правила, самое частое встречающееся правило, чтобы мы всегда были на страховке, ну, и так далее. Их можно достаточно много переписывать, перечислять. И они все направлены на то, чтобы уменьшить вот это вот количество небезопасных действий. И когда мы привыкаем, например, нарушать их, ну, если я привыкну, ну, если я стою, хорошо держусь, чтобы я не обязательно был на страховке, я могу отчелкнуться на страховку. Если я к этому привыкну, чем больше я буду ходить в горы, тем больше у меня есть вероятность оказаться вот в этой вершинке пирамиды. Да, потому что это постоянно плюсуется. И когда мы оказываемся в горах, мы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю находимся в опасных условиях. И если мы начинаем косячить, у нас просто по теории вероятности потихонечку выпадет все-таки монетка нужной стороны. Поэтому, понимая вот эту пирамиду, мы должны всеми силами уменьшить вот эти небезопасные действия, чтобы не привести вот к этому. Ну или к этому, что тоже не очень хорошо. Каким образом, в чем причина этих небезопасных действий с точки зрения психологии, и каким образом нам их можно уменьшить? В первую очередь, это человеческий фактор. Опять же, большая часть несчастных случаев, большая часть происшествий в горах, они обусловлены этим. То, что я говорил, ряд мелких, казалось бы, не очень критичных действий, он приводит зачастую к очень печальным последствиям. Самое частое, с чем можно столкнуться, это с нашим механизмом, опять же, защитным механизмом, который заставляет нас по-детски думать, что с нами-то точно ничего не случится. То есть, человек, который никогда не срывался, он очень часто честно верит, что, ну, я же очень надежно лезу, я и так никогда не сорвусь. Там, человек, который, не знаю, ну, то есть, много можно привести, в который никогда не прилетал камень в голову, ему очень сложно реально представить, что да, вот сейчас, в любой момент, сейчас вот от этого, от этой скалы может что-то оторваться и прямо на меня попадет. Вот ни вправо, ни влево, ни метром раньше, ни метром позже, а именно на меня. И это нормальная история, поэтому это является зачастую причиной многих-многих-многих проблем. Считаем, что жизни у нас много. Аналогичная ситуация, мы забываем, что мы видим всегда только часть картинки. По картинке видно, да, что, возможно, товарищ охотник ошибается в своих действиях. мы всегда, глядя на конкретную ситуацию, мы видим только часть, и не то, что даже не всю, а часть, часто только часть одной стороны. И психологически мы обычно достраиваем всю остальную часть, фантазируя у себя в голове, что там дальше происходит, фантазируя, что все остальное там комфортное для нас, безопасное, не угрожающее, удобное, ну и так далее, и так далее. Разумеется, это не так. Ну, это не всегда так. Мы не можем это спрогнозировать, если мы это не видим. Когда мы выходим на вертикальную стенку, это одна из причин, когда, по каким я всегда людям на уровне второго разряда много раз говорю, что народ тройки-четверки гораздо опаснее, чем пятерки-шестерки. Потому что, когда ты приходишь к пятерке или шестерке, смотришь, у тебя там нависает, отбрасывает, тебе саму страшно, ты там все сделаешь безопасно. Когда ты стоишь ногами на какой-нибудь альпинистской или туристической, ну, туристической, не знаю, перевале 2, B, или альпинистской тройки, в принципе, не так, чтобы очень страшно. Стоишь ногами, ничего не висишь, вроде все хорошо, все нормально. Опасности гораздо больше. Какой пример можно привести? Чем грозит падение на стене? Ну, вот вы сорвали, вы лезете, вы там близко к улюштеку, лезете, вас страхует, правда, в отличие от улюштека, и вы срываетесь. Ну, в принципе, ничем особо печальным чаще всего не грозит. То есть, если вы нормально ставите, у вас там много точек, вы летите, может быть, ударитесь от скалу, если шестерка, то, скорее всего, не ударитесь, повисните в двух метрах от нее. Вообще, ничего особо страшного. Психологически жутко, потому что под ногами 400 метров. А в принципе, это довольно безопасно. Что произойдет, если вы упадете на рельефе крутизной в 60 градусов? Вы даже не долетите до предыдущей точки. Вы соберете весь рельеф, вы пока там вас веревка задержат, у вас уже будет две черепно-мозговые травмы и три сломанных на руки. Это где опаснее падение? На тройке или на шестерке? То есть мы вплоть до того, что на простых маршрутах мы не должны допускать падения, потому что каждое падение это адская проблема. То есть это очень велика вероятность травмы, это куча проблем. Я уж молчу о том, что, например, в малой группе с шестерки я травмированного человека могу спустить, а с двойки практически нет. То есть для того, чтобы мне транспортировать пострадавшего человека по двоечному-троечному рельефу, мне нужно 6-10 человек. То есть каждая проблема такого рода, которая происходит, казалось бы, на легких местах, это адская проблема. Это очень большая проблема. А там не страшно. Поэтому вероятность того, что я отстегнусь от самостраховки, стоя на троечном маршруте, гораздо больше, чем я отстегнусь на стене. И вот это наша, тоже такая ловушка нашего разума, она, мы в нее постоянно попадаем. И об этом нельзя забывать, что нужно смотреть очень внимательно на последствия и реальную ситуацию с точки зрения опасности, а не сложно нам или легко нам. То есть сложность и легкость это в другой плоскости лежит. одна из причин вот этих, одна из последствий этих самых ловушек, то, что по статистике, опять же, большинство несчастных случаев с опытными альпинистами происходит не на ключевых участках. И это является следствием того, что к ключевому участку, во-первых, мы стараемся быть максимально подготовленными. неважно, неважно даже, что мы в данный момент лезем. Неважно, мы там мастера спорта и лезем в шестерку, или мы там третий разрядник и лезем первую нашу тройку А в жизни. Но к ключу мы все пытаемся собраться, мы 10 раз читаем описание, мы уже поспали перед этим, мы уже прям помним, где там какие зацепки после этого. Мы очень собраны. Когда мы либо к нему подходим, либо уже после него, после ключевого участка, или до ключевого участка, у нас какие все мысли? Пока мы к нему идем, все мысли о нем, то есть не потому, почему мы идем, а мысли где-то там в будущем. А когда мы его пролезли, мы вообще обо всем забыли и поняли, что мы герои, и все закончилось уже, все. А на самом деле гора-то длинная, спуск еще, еще что-то. Поэтому несмотря на очевидную вещь, что вроде бы на самых сложных местах должно быть максимальное количество несчастных случаев в целом, это не то, что не так, это совсем не так. То есть чаще всего все проблемы, опять же, и причина этому наши ловушки разума происходят на не ключевых местах. Один из хороших примеров человеческого фактора это фотография озера Султранкель, это в Прильбрусе тоже. Но это ранняя весна, это озеро на самом деле. То есть это народ стоит прямо на озере. Почему? Ну вот если убрать отсюда палатки, вот мы подходим, ну здравоумеет твердой памяти там поставили бы? Наверное нет, ну потому что провалитесь, блин. Ну нет, но там уже стояли две палатки, поэтому народ приходит и ставит рядом. Одно из аналогичных мест, если может кто-то бывал, на Пике Ленина неоднократно возникает тоже такая история, когда в лавиноопасном или там посреди трещин ставится одна палатка, после этого там как-то накапливается. Почему? Как? Ну потому что люди приходят, уставшие, когда люди уставшие, они перестают адекватно реагировать на окружающую среду, а здесь уже люди ставят, значит нормально. То есть, почему проанализировать, а что там за люди, может они вообще неопытные первый раз в горах, посмотреть вокруг, исходя из своих каких-то данных, попытаться принять решение. Нет, мы пытаемся всегда, наш мозг пытается идти по линии наименьшего сопротивления. Если здесь уже люди есть, можно понадеяться, что здесь все хорошо. Это идет из глубин древности, из того, как мы развивались, как развивался наш мозг, но мы попадаем постоянно в эти ловушки. Опять же, понимая эти ловушки, можно попытаться попадать в них реже. Намеренная потеря страховки. Любимая история. Посмотреть путь в одиночку это вообще, конечно, что там, пока там народ лезет, отстегнуться, посмотреть, что там за углом. Можно без каски еще, потому что, ну что, тут же рядом. Удобная полка, гребень, ночевка. У меня много печальных историй на эту тему, начиная от моего красноярского приятеля и знакомого, который несколько лет назад на удобной полке улетел практически от порога палатки на 400 метров вниз, кончая ситуацию двухлетней давности, когда девочка, ну, примерно там третий, второй разряд, пошла, пардон, покакать на вершине Урал, ну, рядом. Полка, здоровая, 30 метров в ширину, все хорошо, но так как она стеснялась, она пошла за угол и как бы оказалась на леднике у Лаос с 14 метрами ниже. Очень, очень много таких случаев, то есть их можно повторять прям очень долго. преждевременное чувство, что участок закончился. Тоже наверняка каждый из вас с такими вещами сталкивался. Когда вот все вроде бы самое тяжелое уже закончилось, а еще очень часто такое психологическое ощущение возникает в тот момент, когда вам очень тяжело и вы не знаете точно, что участок закончился, а вам очень хочется в это верить. И в этот момент люди начинают расслабляться. То есть если между двумя сложными участками есть простой участок, на этом простом участке все связки расслабляются. Иногда развязываются, ну то есть в зависимости уже от рельефа. Но это очень частая история и опять же часто ловушка, в которую мы всеми силами пытаемся оказать. Следствием всего этого является наше свойство игнорировать неопределенность. То есть если наш мозг находится в состоянии усталости и стресса, мы очень хотим подумать, что в будущем нас ждет только хорошие пряники. То есть мы перестаем продумывать наши действия на несколько шагов вперед, а думаем только на то, что мы видят наш непосредственно глаз. Что там дальше будет происходить, у нас уходят за грань восприятия нашего. И часто, например, на каких-то сложных местах с точки зрения ориентирования группы без достаточного количества опыта в этом плане, они усвистывают в какие-нибудь непонятные кулары. Почему? Не потому, что они безголовые, они очень головастые могут быть. Но они понимают, что им надо вниз, потому что они устали, и у них хватает опыта этого осознать. Но продумать на несколько шагов вперед в усталом состоянии вы уже не будете. По крайней мере, вы постараетесь этого не делать. И в связи с этим очень интересное наше общее восприятие риска, который кажется гораздо менее опасным, если он добровольный. То есть, если вы спросите, не знаю, ваших друзей, безопасно ли гулять по гребне без страховки, естественно, все скажут, конечно, небезопасно. Но если вас какой-нибудь друг скажет, а давай я тебя отвяжу от веревочки, а ты пока прогуляйся туда, тоже скорее всего как-то вы смутитесь. А если вы сами приняли решение, что сейчас я аккуратненько без страховки здесь пройду, это кажется в принципе нормально, я же там держусь. То есть, если вы приняли это решение самостоятельно, вы подсознательно считаете, что это более безопасно, потому что вы приняли это сами, а не под давлением обстоятельств. С точки зрения логики, мы сейчас сидим в теплом зале, спокойные, поеты, выспавшиеся. Это бред, да? Но когда вы будете уставшие, это покажется очень логичным. Поэтому, да, то есть, все правила, которые написаны во всяких учебниках по туризму и альпинизму, они в какой-то степени пытаются с помощью вбитых правил попытаться повлиять на ваше решение в уставшем состоянии. То есть, когда вас что-то вбили на уровне рефлексов, и вы, там у вас будет в 3 часа ночи, вы там делаете это, в, скорее всего, уставшем виде вы сделаете то же самое. В итоге, подытоживая немножко это все, можно назвать самую неприятную для нас свойство нашего разума считать, что благоприятный эскот, он более вероятен. Ну, то есть, в условиях, например, казино, это, наверное, является хрестоматийным примером, когда люди проигрывают все, ставя все на зеро, не считая теории вероятности и прочими факторами, но даже в обычной жизни, и тем более в горах, мы очень часто пытаемся играть в ту же самую игру. То есть, мы пытаемся себя убедить в том, что тот расклад, который благоприятен для нас, он более вероятен, не считаясь с объективными факторами. И опять же, в эту ловушку попадают и опытные люди, и менее опытные люди, но чем чаще вы будете об этом думать, тем реже вы будете попадать в эту ловушку. то, с чем все сталкивались, я думаю, великая мудрость, что хороший альпинист сможет приложить описание к любому маршруту. И вот я, наверное, мало знаю людей, которые хоть раз в эту ловушку не попадали, то есть, когда у вас есть хорошее описание, там вот такая вот схема, и вы смотрите на рельеф, а все уже устали, и всем хочется либо наверх, либо вниз, на что-нибудь. И почему-то вот мозг как-то пытается убедить, что все, вот никуда ходить не надо, лезем здесь. Вне зависимости от опыта мастера спорта, мастера спорта международного класса, все в эту ловушку рано или поздно попадают, чаще, ну, в общем, все так или иначе в этом есть. Какой с этим бороться? Опять же, пытаться максимально отодвинуть все эмоции и трезво оценить, насколько то, что мы хотим, совпадает с тем, что мы реально видим перед глазами. То есть, это ловушка очень частая. И причина этой ловушки в том, что мы пытаемся, мы выборочно смотрим информацию, то есть, мы там, не знаю, нашли какой-нибудь кусок описания, который более-менее совпадает с конкретной горой. И все остальное мы перестаем смотреть. То есть, мы информацию воспринимаем очень выборочно. Вот это нам нравится, а все остальное у нас не вписывается в ту схему, которую мы себя хотим нарисовать. И мы с удовольствием дальше фантазируем эту схему самостоятельно, невзирая на реальную объективную информацию. И уговариваем себя, что все так оно и есть. Единственный вариант борьбы с этим, понимая, что сейчас я пытаюсь себя обмануть, могу пытаться себя обмануть, продумать разные альтернативные варианты. То есть, подумать, ага, вот мне кажется, что это так, но что будет, если я все-таки ошибаюсь? Отметить какие-то точки, где, ага, я долезу до сюда, если мы находимся в этом участке маршрута, или на этом маршруте, то я должен увидеть вот тот, то-то, то-то. Если этого не пройдет, значит, надо вернуться и там куда-то лезть дальше. Для примера. Но так или иначе, нужно ответить себе на вопрос, что, если я ошибаюсь, и в какой момент мне будет не поздно еще вернуться, и в какой момент я могу это проверить? Потому что очень часто, не задавая этот вопрос, люди дальше продолжают работать, 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 и ухудшают, ухудшают, ухудшают свою ситуацию. Как я уже говорил, что в критической ситуации вы будете гораздо менее адекватно принимать решения, чем вы это делаете сейчас, сидя здесь. По этой причине, если какие-то технические элементы, которые вы учитесь в зале, на выездах, в тренировочных походах, контрольных выездах, где угодно, у вас находятся на уровне знаний, а не на уровне рефлексов, то что произойдет в реальной экстремальной ситуации, или в реальной ситуации, когда даже до экстрима может не дошло, но вы устали, вы забудете, как это вы делали где-то, и вы будете делать так, как вам привычнее. То есть, если у вас какие-то навыки не доведены до уровня рефлексов и автоматических приемов, вы их забудете. Причем я наблюдал историю, когда люди там забывали, как вязать восьмерку, это я вполне не преувеличиваю, хотя люди там где-то когда-то тренировались, и вроде бы внизу у них все получалось достаточно хорошо. Но если хоть что-то не доведено до автоматизма, тут же это будет вычеркнуто совершенно точно из вашего мозга. Вы про это забудете. Когда какой-то навык, как вообще происходит процесс познания и процесс забивания каких-то умений в нашу голову? Ну, какие версии? То есть вот я посмотрел в книжке, как вяжется восьмерка. Давайте на этом примере. Этого достаточно для того, чтобы забить его на автоматизм? Наверное, нет, да? То есть я узнал. Это некое знание мое. Дальше я взял кушнурок и связал ее три раза. Я уже умею, в принципе, вязать восьмерку. Но это еще далеко у меня от автоматизма. Обычно уровень автоматизма становится после примерно 100-150 повторений. То есть вне зависимости от того, что мы делаем, наш мозг так устроен, что примерно после 100-150 повторений у нас нейроны в мозгу это запоминают. У нас есть специальная такая схема зеркальных нейронов, которая ответственна за такого рода моторные навыки. Когда мы завязали 150 раз восьмерку, мы можем считать, что она более-менее у нас в автоматизме. Что происходит через два года? Наш мозг, это опять же, это не относится к альпинизму, это относится скорее к биохимии нашего мозга. Наш мозг, те связи между нейронами, которыми он не пользуется, через которые редко проходят сигналы, он отрубает. А те участки, которыми часто пользуются, наоборот наращивает. То есть там этот автоматизм будет как раз закрепляться. Если мы не вязали восьмерку полтора-два года, мы забудем, как ее вязать, даже если перед этим он у нас был на автоматизме. Там что-то останется, поэтому вспомним мы быстрее. Уже не понадобится 150 повторений, понадобится меньше, в зависимости от человека. Но все навыки и все рефлексы, они, к сожалению, теряются. И мы сейчас говорим о простом навыке, как вязание какого-нибудь узла. Теперь представьте навык вытаскивания человека из трещины. Уже 150 раз вытащить человека из трещины, ну, это хотя бы по времени довольно затрат на мероприятие. Но до того, как мы вот эти технические приемы не сделаем такое количество, мы не переведем его в уровень рефлекса. Поэтому чем более сложный технический прием мы пытаемся освоить, тем больше времени и трудозатрат нам на это надо. И, к сожалению, ну, потому что мозг устроен у всех одинаково. И, к сожалению, даже самые отточенные рефлексы с течением времени от нас уходят. Поэтому, если там я являюсь мастером спорта и перестаю ходить в горы, то через три года, когда я решу вернуться, я предпочту начать с единичек и двоек, чтобы организм начал вспоминать, как передвигаться, как что делать. То есть я формально я буду все знать, все помнить, но рефлексы у меня уйдут. Не надо. Да. Допустим, кто первый раз или второй приезжает на Еврос, и там проводятся с ними снежно-литровые занятия по зарубанию на склоне и так далее. Если это не до автоматизма доведены эти навыки, получается, при экстремальной ситуации это вообще бесполезно. Никто не сможет зарубиться. Ну, суть в том, суть в том, что у вас, опять же, должно совпасть несколько ошибок уже. Во-первых, вообще экстремальная ситуация на восхождении это уже ошибка. Да, то есть то, чтобы на Эльбрусе потребовалось зарубание, это значит, уже ваш руководитель где-то накосячил. Погода плохая. Ну, погода плохая. То есть не развернул вовремя. Если там вышли, а там лед, и он не связал, не связал группу, это уже, ну, то есть ошибка. То есть куча уже. Уже понятно, что если потребовалось самозарубание, это ошибка. Если человек уже находится в уставшем состоянии, то есть в экстремальном состоянии, и вот, то есть он должен дойти до ручки, то есть он должен попасть в экстремальную ситуацию, и он должен попасть в ситуацию, когда вообще опасно срываться. И вот только тогда это будет бесполезным. А если вы просто, будучи еще в здравом, умеет твердой памяти и полная сил, идете и поскользнулись, то в этот момент у вас вполне не нужно еще автоматизма, то есть вы вполне вспомните, чем у вас учили. Да, и сознательно, худо-бедно, может быть, не так эффективно, как человек, который это рефлекторно делает, но худо-бедно вы зарубитесь. То есть, да, это полезно, но это абсолютно недостаточно. То есть, если, например, вы собираетесь после этих занятий собрать группу таких же, как вы, и идти самостоятельно на Эльбрус, вы можете не уследить за тем, чтобы попасть, вот, совершить эти самые ошибки, и тогда будет к вам, будет печально. Поэтому это полезно, но это не единственное то, что нужно делать. То есть, это ровно та история о совершении нескольких ошибок подряд, которые будут приведут к чему-то печальному. Но навык зарубания, ну да, примерно то же самое, то есть, примерно, да, от 100 до 200 процессов. То есть, с точки зрения учебного процесса, обычно, ну вот я там для своего клуба считаю, что людям надо позаниматься полноценно, суммарно, вот за учебный период, примерно 5-7 дней, и им надо позаниматься зарубанием. Это не будет за единый выезд, естественно, это приехали новички, они там на первом выезде этим позанимались, на втором выезде позанимались, где-то там в городе позанимались, найдя горку, но суммарно, примерно 5-7 дней у них должно быть посвящено этому науку. Связанный как раз с человеческими факторами и с тем, что мы любим себя обманывать, то есть, вот все истории, которые перед этим я рассказывал, они, их можно подытожить одной фразой, мы любим себя обманывать, мы любим, чтобы нам было хорошо, и мы не любим думать о плохом. Это нормальная система нашего дофаминового вознаграждения, это нормально у нас так мозги устроено, мы не любим, когда нам плохо. Но, чтобы не попадать в эти ловушки, мы можем пользоваться всякими чит-ходами. Один из классических читерских ходов, которым всегда можно и нужно пользоваться в горовосхождениях, это некий ритуал взаимной проверки, ритуал безопасности. Если вы собираетесь куда-то лезть, неважно, на скалодроме, на горе и так далее, не поленитесь, проверьте друг другу, у всех ли завязана правильно восьмерка, у всех ли, я не знаю, каска на голове, у всех ли еще, добавьте еще кучу ваших пунктов, в зависимости от того, чем конкретно вы занимаетесь. Забывчивость, это не, от этого не застрахован никто. Да, разумеется, после многих лет хождения в горы у вас уже там определенные действия будут на уровне рефлексов, но всегда можно ошибиться, всегда можно что-нибудь сделать не так. И вот эта ошибка, ее могут допустить люди вне зависимости от своей квалификации. То есть не думайте о том, что, ну там, если человек 20 лет ходит в горы, он непогрешим и никогда не ошибется. Всегда мы все ошибаемся, поверьте. Я очень много времени провожу в горах и в принципе я не могу сказать, что это происходит часто, но тоже иногда делают очень глупые, смешные ошибки. Поэтому привыкайте проверять себя и напарника и только после этого совершать какие-то активные действия в горах. Часто с точки зрения, ну опять же, это немножко уходит за тему лекции именно для групп, но тем не менее, с точки зрения тренировки вашей группы, иногда это хорошая инструкторская фишка. Например, привыкать, чтобы участники проверяли не только друг друга, но проверяли инструктора. Инструктор может идти с не застегнутой каской, не знаю, с незавязанным ботинком, с неправильно подогнанной или расстегнутой системой, что угодно. Если, ну инструктор, руководитель, как угодно, если пару раз поиграть с участниками в такую игру, это очень хороший вариант совершенно ненапряжного и не агрессивного внедрения принципа старайтесь проверять всех. И тогда вот в процессе такой игры как раз будет гораздо проще внести эту привычку глубоко под корку. Отдельным моментом коммуникации, проблем коммуникации является ситуация, когда группа, например, набрана из двух разных, не знаю, школ или из двух разных клубов. У всех немножко разная техника, немножко разные термины, немножко разные привычки. Одни привыкли бухтовать веревку так, другие сяк. Одни привыкли страховать одним способом, другие привыкли страховать другим способом. И в принципе это все не страшно, но если вы не сверите карты заранее, то вы можете потом попасть в такую неприятную ситуацию, когда вы автоматически будете додумывать, что там творится на том конце веревки, а там будет твориться совершенно другое. и когда вы к чему-то привыкли, вы всегда ожидаете ровно этого же от всех остальных людей. Поэтому в смешанных группах всегда первым делом проговорить последовательность команд, последовательность технических приемов и ситуацию контроля, то есть каким образом что контролировать. Это очень-очень важно. Я вот из личного опыта могу сказать, что особенно это важно, если группа интернациональная и вы еще говорите на разных языках, это иногда приходит к очень забавным тоже историям, но без вот этого ритуала безопасности также ничего не пройдет. Теперь, то есть мы там часто когда говорили о том, с чем можно столкнуться в горах, когда говорили о группе, очень часто я говорил стресс, стресс, стресс и так далее, усталость, стресс. Ну, с усталостью более-менее понятно, да, то есть усталость, накопление, конец глюкозы в наших мышцах, накопление молочной кислоты, все физиологические процессы с этим связаны. А что такое стресс? Ну, да, с усталостью там более-менее все ясно. Что такое стресс? Ну, ваша версия, все пользуются словом. совокупность нескольких факторов. Вы так очень негативно все перечисляете. О, там где-то кто-то то ли с психологическим образованием, то ли что-то такое. стресс это очень универсальная реакция, то есть она не обязательно негативная, то есть мы привыкли думать о стрессе как о негативном факторе. Нет, стресс это совокупность в первую очередь физиологических реакций, то есть это не то, что мы себе там придумываем, исходя из наших богатой, но больной фантазии. Нет, это реально физиологическая реакция нашего организма на внешние раздражители. и он характеризуется определенными факторами, сужением сосудов, повышением частоты дыхания, изменением температуры тела, сердцебиения и так далее. То есть если мы присоединим к человеку датчики, воткнем в него датчики со всех сторон, то мы совершенно четко можем диагностировать у него есть стресс или нет стресса, даже если он может в каких-то моментах не осознавать этого момента. То есть это очень универсальная реакция организма, которую на самом деле мы не всегда можем контролировать. То есть мы можем контролировать последствия, но наш организм он будет реагировать даже у всех тренированных людей, он будет реагировать все равно именно на стресс-фактор. И стресс может быть как позитивный, так и негативный. Обычно разделяют два термина. Эустресс считают позитивным проявлением стрессовых реакций, дистресс считают негативным проявлением. Это очень условно. То есть что мы называем позитивным, что негативным, Но рефлекторно вроде понятно, о чем идет речь. Когда мы приезжаем в горы, может быть, это очень личный пример, но мне кажется, что это очень часто такое возникает, что вы после долгого перерыва приезжаете в горы, и вам так классно, вам так нравится, и вот тут горы прям стоят, вы еще даже, может быть, не особо запланировали, что вы будете делать, но вас уже прет, вот уже здорово. На самом деле это чистая стрессовая реакция, то есть это нормальная история, у вас повышено сердцебиение, обычно давление повышено и так далее. То есть это влияние внешних факторов, которые для вас непривычны, вы перед этим два или полгода, или год, или два месяца были в городе, и вот вы вырвались из этой вот среды, и вам все классно. Это характерный пример эустресса. О нем долго разговаривать нам в данном контексте сейчас не очень интересно, потому что у него печальных последствий нет. Поэтому нам, конечно, больше будет интересовать дистресс. Дистресс ровно такая же реакция, но которая идет, переваливает нас в негативную сторону, то есть которая уменьшает продуктивность нашей работы, которая снижает скорость наших реакций, которая заставляет так или иначе менять наше восприятие реальности. Он разделяется обычно на два типа. Тормозную форму и возбудительную форму. Возбудительная форма – это суета, истерика в крайних ее варианте. Тормозная форма – это отспенение и ступор. Причем у разных людей первые стадии сильного дистресса могут быть разные. У некоторых сначала они впадают в отспенение, потом суетятся. Некоторые наоборот – сначала суетятся, потом. То есть это зависит от вашей внутренней, на самом деле физиологии, но от вашего внутреннего устройства организма. Но для нас, с точки зрения того, что с этим делать, вот с этим дистрессовым человеком, нас будет интересовать немножко другая классификация. нас будет интересовать, контактен он или не контактен. Он реагирует на наши действия, на наши слова или не реагирует. Вот это два момента таких. Одним из первых проявлений, таких очень легких, но очень часто встречающихся проявлений дистресса, вообще стресса, является характерная и часто многодиописная психология героя. Когда в первые часы человек, особенно тот, который не очень часто попадал в такие ситуации, он начинает очень хватать, он начинает всем помогать, он первым делом куда-то бежит, не думая, не продумывая свои шаги на много шагов вперед. Мы об этом говорили перед этим, как раз говоря о разных ловушках нашего организма. Он видит только то, что у него перед глазами, он не думает о том, что он будет делать через два часа, или что будет происходить, если что-то пойдет не по его плану. Но характерным примером является естественная реакция людей, когда к ним прибегает человек какой-нибудь, знаете, в крови, там слегка плохо прибегает, и говорит, а там группа все страдает, что делать? Что делают люди? 90% людей бегут туда. Зачем? Что там произошло? Кто? Что там надо? Может, туда что-то принести надо? Это обычно через некоторое время начинают люди думать. Первым делом все подрываются и куда бегут. В чем иногда это происходит даже с довольно подготовленными людьми, что довольно забавно. Но вот это первая реакция. Очень часто, чаще всего, конечно, она провоцируется в какой-то степени недостатком опыта или очень большой восторженностью. Юноша бледный, со взором горящим. Это вот эта вот история. В чем проблема? В принципе, хорошо, человек пытается чем-то помочь. Проблемы тут несколько. Во-первых, очень суженная зона восприятия. То есть, человек не в состоянии в этом психологическом состоянии просчитывать несколько ходов вперед. А те, кто когда-нибудь бывал или наблюдал спас работы, он знает, что это как шахматная партия, причем очень длинная. То есть, это целая большая эпопея рассчитать, кто куда, когда идет. И вот рассчитать это и понять, кто, где, кому там будет помогать, как тащить, что будет, если там что-то, что-то, что-то. То есть, если человек этого заранее не просчитает, то вся, собственно, спасательная операция может накрыться пшиком или превратиться в еще большую спасательную операцию. Поэтому психология героя – это здорово, но с ней надо бороться. И поэтому, если вы из таких людей встречаете, их максимально нужно направить в продуктивное, их буйную энергию направить в продуктивное русло. Перед глазами стоит история двух- или трехлетней давности, когда в альплагерь Безингип пришла девушка лет 20, наверное, со словами «У меня там папа на морене, в него камень прилетел, и он там лежит и кровью истекает». И половина курсантов школы инструкторов, будучи здоровыми лосями, ломанулись. Слава богу, ломанулись вверх по склону, поэтому через 20 минут устали и задумались, на какой морене. Взяли ли они аптечку, что они будут делать, когда они прибегут к этому чуваку. Но это абсолютно реальная история. Люди там с уровнем первого разряда примерно, плюс-минус, кто-то больше, кто-то меньше. Вот как бы, слава богу, что это произошло через 20 минут, и они вернулись, и уже там, уже как-то более разумные вещи делают. Но, тем не менее, реалистичная история. Поэтому думайте об этом всегда. То есть прежде чем куда-то бежать, очень важно остановиться, хотя бы там на 2 минуты, прям заставить себя остановиться и подумать, ага, все ли, как бы понимаю ли я, что я делаю, куда я бегу, зачем я бегу, и что у меня в руках. Возвращаясь к разным проявлениям стресса, более легкой ситуации, когда человек контактный. Так как стресс, как я уже говорил, это очень физиологическая реакция, и очень сильно она настроена на регулировку, во-первых, наших мышечных реакций, во-вторых, снабжения наших мышц и мозга кислородом. Поэтому сразу же все стрессовые состояния очень сильно влияют на глубину и частоту нашего дыхания. Оно чаще всего становится неглубокое и достаточно частое. Вообще наш организм устроен довольно забавно. То есть любые биологические и физиологические изменения можно вылечить таблеточкой, а можно попытаться на них воздействовать со стороны головы. Это такое коромысло, которое связано друг с другом. Поэтому, чтобы вывести человека психологически из состояния стресса, на него можно подействовать чисто физиологическим способом, заставить его подышать. То есть если он вместе с вами, лучше всего взять при этом его за руку, чтобы у вас еще был доктильный контакт, если он вместе с вами прямо на счет постарается глубоко подышать, контролируя, чтобы у него надувался живот, чтобы вся грудная клетка поднималась, то он через некоторое время почувствует себя как минимум спокойнее. В американских фильмах все видели, как в пакетик дышит? В принципе, та же самая история. Сложнее через пакетик дышать, человек вынужден напрягать свою диафрагму, чтобы сильнее надувать. И из-за этого возникает регулярность сокращения мышц, и человек потихонечку выходит из этого состояния. То есть это не такая глупая идея. Очень важным моментом следующим является диалог с человеком и коммуникация с человеком. В профессиональных спасательных командах обычно для этого есть специально заточенный психолог. В горах у нас не такие большие спасательные команды, поэтому каждый из спасателей, каждый из подручных, вы можете ими оказаться, должны понимать, что происходит. И обязательно нужно контактировать с человеком, находящимся в этом состоянии. Пытаться общаться с ним. Что он видит, что происходит, как он себя чувствует, и так далее, и так далее. Что он делает там в данный момент. То есть постоянно вести какой-то диалог, когда человек будет вам что-то отвечать. Мы поговорили, да, что он реагирует на ваши действия. Он отключается от той ситуации, которая привела его в это состояние, и он потихонечку из нее психологически выходит так же. Последнее, что можно делать в этой ситуации, это начать человека ругать. Неважно. За то, что он дебил и не надел каску. За то, что вообще группа уродов сюда вышла, и непонятно, чем она тут делает, и отвлекает нас спасателей от работы. Последнее дело. Вот все это, это если вы решите, что надо делать, это все внизу. Когда ваша задача стоит перевести человека в более-менее адекватное состояние, когда он сможет дальше идти работать, этого делать ни в коем случае не надо. Не забывать, что в этом состоянии человеку очень сложно принимать взвешенные, адекватные решения. Лучше всего вербально проговаривать каждый шаг. То есть, говоря, ага, сейчас мы с тобой встанем, сделаем несколько шагов, перейдем туда, чтобы в тебя не пришлетел еще один камень, и выпьем с тобой чай. Неважно, то есть, что угодно. То есть, каждый шаг вместе с ним вы проговариваете, и опять же, человек начинает в вашу струю немножко вливаться и отключаться от той ситуации, в которой он поселился или пытается поселиться. Очень классно давать любой выбор. То есть, когда человек от того, что его туда выгнало, начинает решать какие-то бытовые проблемы, сколько ложек сахара ему положить в чай, чай он хочет или воду, или что-то такое. Ну, то есть, банальные вроде вещи, но человек от этого отвлекается от того, на чем он зациклился, и также потихонечку приходит в более-менее нормальное состояние. Гораздо большая проблема если человек неконтактный. Слава Богу, реже, гораздо реже это встречается. Механизм очень простой. Как? Вылить воду на огонь, так же, как в предыдущей задаче. Нам нужно перевести его в контактное состояние и дальше делать по предыдущему алгоритму. В контактное состояние его можно привести любым, ну, то есть, самое главное добиться от него реакции на какое-то наше действие. Это может быть реакция на окрик, это может быть реакция на громкий хлопок руками, на что угодно. То есть, нам надо добиться от него какой-то реакции. В этом плане очень-очень сильно помогает доктильный контакт. То есть, человек, когда к нему прикасаются, он гораздо проще выходит из неконтактного состояния. Классический вариант пощечины в принципе тоже, конечно, возможен, но воспринимайте это все-таки как последнюю стадию, а то есть такой вариант. Что еще раз? Кружки? Да, 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 кружки. То есть, сразу бить человека по лицу не надо, вдруг он контактный. В контактный расстояние. В итоге, такого рода острые дистрессовые реакции обычно выделяют 4 основных, но на самом деле их очень-очень много и есть даже там отдельные направления психологии и психотерапии, которые этим занимаются. Но пока разберем самые популярные, с чем можем столкнуться. То есть, в первую очередь, страх. Это самая частая стрессовая реакция. Дрожь, когда человека трясет, причем он не может остановиться абсолютно. Плачь, истерика и назовем все остальное. В случаях страха, с этим мы сталкиваемся, наверное, чаще всего в горах, потому что мы вообще находимся в опасной среде, и очень естественная реакция – это страх высоты, который там у горовосходителей с большим опытом иногда атрофируется, что тоже не очень здорово. Но, тем не менее, страх – это очень частое явление. И, в первую очередь, страх в условиях несчастных случаев, в условиях чрезвычайных ситуаций – это страх, что сейчас что-то будет еще больше, еще хуже. То есть, там один уже лежит, не дышит, но сейчас мы все тут умрем. То есть, вот этот страх самый естественный для человека, потому что мы все хотим, в общем, жить, все нормально есть. В первую очередь, если такое происходит, ни в коем случае никогда не оставляйте человека одного, даже на чуть-чуть. То есть, всегда с человеком, такого рода пострадавшим, обязательно должен быть кто-то из вашей группы, который с ним ведет какую-то коммуникацию, ведет какой-то диалог. История про то, что «ну-ка, быстро сделай это там». Если человек боится перешагнуть через реку, пытаться его сломать тем, что «ну-ка, мужик ты или не мужик, давай быстро шагай». Иногда может сработать, но в целом, чаще всего, он загонит человека в еще худшее состояние. Если мы находимся в хорошей погоде и все с хорошим внутренним ресурсом, можно поиграть в такие игры. Если мы уже находимся в экстремальной ситуации, в эти игры лучше не играть, потому что вы можете довести человека уже до крайнего уровня истерики и крайнего уровня ужаса. Очень важно в этой ситуации, например, иметь контакт с глазами. Это зачастую бывает принципиально важно. И иногда страх можно... Ну, то есть, если человек смотрит вам в глаза и не смотрит на то, чего он боится, с ним коммуницировать на эту тему становится гораздо проще. Не пытайтесь убедить человека, что это глупости. То есть, если человек боится высоты или там боится дюльферять, то пытаться его убедить, что «ну, Слушай, что это за... Это же глупость, что ты боишься?» Это довольно как... Ну, бессмысленно, как минимум. Там сколько-то времени назад у меня в гидовской моей практике была девочка, которая, в общем, даже где-то там лазала, и все вроде бы у него было хорошо по формальным признакам. Но потом вдруг внезапно выяснилось, что она очень боится дюльферять не по пологому, а по вертикали. Ну, вот она боится отвеситься на веревке. И вот все. И вот боится. И не может. И никак. И мы с ней в итоге первый раз в дюльферяле, когда я висел вот прямо рядом с ней и смотрел ей в глаза. И вот так вот ввел ее веревочку. И вот мы так вот спустились. Одну веревку, спустились. Вторую веревку. Третью веревку она уже поехала сама. То есть, когда вы, не ломая человека, потихонечку сделали... То есть, когда уже человек понимает, что он уже все равно сделал то, чего он боялся, дальше идет, конечно, легче. Вариант ломать. То есть, кидать в воду, чтобы он научился плавать, возможно, будет безопасным только в условиях высокоресурсных состояний. То есть, если человек, которого вы так пытаетесь научить, все-таки находится там в здравоме, твердой памяти, поел, поспал, и все у него хорошо. Я скажу так. То есть, я бы вообще не рекомендовал этим заниматься. Потому что вы можете довести человека до каких-то очень серьезных внутренних комплексов. Это вряд ли полезно. Нервная дрожь. Частая реакция, абсолютно не страшная. То есть, это, опять же, естественная реакция организма, который пытается разогнать кровь и увеличить снабжаемость кислородом. Очень помогает просто потрясти человека на протяжении 20-30 секунд. Он приходит в себя, и чаще всего эта дрожь уходит. Но вообще особой необходимости с этим бороться нет. То есть, это если уже там человек не может карабин взять или кружку с чаем и так далее. То есть, в принципе, это самая, может быть, такая безобидная вещь. Плач, а также там следующий вариант, который мы будем смотреть, истерика, это также история естественной реакции организма. И сказать, чтобы с ней надо вот особенно бороться, или что она нам сильно мешает, я бы не сказал. Что очень хорошо, плач, это довольно выматывающее занятие. То есть, человек рыдать, ну, окей, там, те, у кого есть или были маленькие дети, да, бывает, что человек плачет долго, но взрослый человек, так, чтобы он плакал долго и так вот прям серьезно и не мог остановиться, ну, это сложно. Почему? Это очень редко бывает. Почему? Потому что банально устаешь. То есть, человек банально устаёт. Это хорошо. Пускай выплачатся, и после этого можно с ним вести разговор. То есть, это нормальная история. Аналогичная история с истерикой. Одним из самых интересных психологических, психологико-статистических вариантов, это скорее фактов, факт заключается в том, что в отсутствии свидетелей истерики гораздо более короткие, а иногда и не возникают. Это не потому, что мы, опять же, в глубине души такие гадкие или там пытаемся на публику играть. Это нормально. То есть, наше поведение всегда меняется в окружении других людей. Истерика – это одна из моделей поведения, которая очень сильно зависит от нашего окружения. Поэтому очень важным моментом в случае реальной активной истерики удалить всех свидетелей. И в этом варианте, во-первых, истерика очень часто быстро заканчивается, а во-вторых, важный момент, что истерика – это ещё более трудозатратная штука, чем плач. И долго истерить человек не может. Если у нас есть такая возможность, лучше всего подождать, пока это выгорит само, потом уже это видно, что человек уже так через силу что-то там как-то так себя ведёт. И уже дальше можно по алгоритму контактного взаимодействия с ним разговаривать. И важный момент, с которым мы часто можем сталкиваться, когда попадаем в сложные истории, это чувство вины. И бог с ним ещё, когда оно в нас, хотя тоже надо как-то с этим работать на уровне рефлексий. Но когда оно встречается у людей, которым вы оказываете помощь, очень важный момент – попытаться человека отвлечь. То есть первым делом, то есть наша глобальная задача – все уже проблемы решать в минимально сложных условиях. То есть условно говоря, внизу. Все проблемы надо глобально решать внизу. То есть сейчас нам надо вывести человека из состояния такого стресса, за торможенности, которые вызваны именно этим чувством вины. Поэтому очень важный момент – дать человеку проговориться, то есть очень внимательно человека слушать, и стараться не зацикливать его на деталях. Максимально, так же, как и в случае предыдущих стрессовых состояний, максимально выводить его из накручивания себя и проговаривания одних и тех же подробностей происходящего, переключать его на другие, пускай бытовые и обычные вопросы. Первым делом надо человека переключать на первостепенные задачи. Приготовить чай или попить чай, в зависимости от состояния. Или, я не знаю, перенести вот этот камень с этого места туда. Убедить, что это очень важно для спасательной операции. Главное, чтобы человек был занят чем-то очень конкретным и, таким образом, концентрируясь на конкретных первоочередных задачах, все остальные моменты, они и психологически, и физиологически уходят немножко на второй план. Подытоживая, какая наша стратегия при работе с стрессовыми ситуациями. Выбираем, контактен или не контактен. Если не контактен, пытаемся перевести в эту сторону, каким бы то ни было способом. После этого обращаем особое внимание на дыхание, пытаемся его нормализовать. Даем человеку максимально простую, четкую задачу и стараемся его перевести на позитивную деятельность. И стараемся постоянно проговаривать, чем мы занимаемся в данный момент. То есть переключение человека из закрученного внутри себя какой-то рефлексии, переключение на насущные, естественные, желательно простые задачи. То есть не надо ему давать решать задачи по высшей математике. И со стрессовыми состояниями после этого общаемся, либо пытаясь так или иначе компенсировать какие-то страхи, либо работая с плачевыми истериками, либо работая с чувством вины. Опять же, очень важным моментом для любых стрессовых ситуаций является, во-первых, давать людям посильные задачи, а во-вторых, постоянно их контролировать после этого. То есть после того, как мы даем им какие-то насущные, очень простые действия, после этого их надо, конечно, контролировать. В целом, не будем говорить сейчас про обучение альпинизму, потому что вполне, я думаю, что мы с вами вполне загрузились всеми остальными моментами, как раз два часа. Если сейчас возникают какие-то вопросы по группе, по работе с стрессовыми состояниями, задавайте. Если они сейчас в голову не приходят, то тогда всем спасибо, все равно сейчас еще какое-то время мы здесь находимся. Спасибо большое вам, спасибо организаторам, ну и спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...